итак мы поговорили об остеохондрозе мы обсудили чего делать не надо теперь давайте поговорим о том что делать необходимо либо вы оцениваете свое состояние на свой страх и риск либо вы посещаете врача специалиста врач специалист осматривает вас и спрашивает узнает про те признаки которые относятся к категории красных флагов об этом также было опубликовано соответствующее видео дальше если есть красные флаги если есть признаки онкологических воспалительных или других специфических заболеваний пациент направляется к соответствующему специалисту нейрохирургу хирургу в отделении гнойной хирургии ревматологу если красных флагов нет но есть признаки остеохондроза есть признаки поражения корешка в этом случае пациент направляется прежде всего к неврологу иногда сразу к нейрохирургу например в случае если у пациента есть кауда синдром это поражение поясничного отдела позвоночника вместе со страданием функции тазовых органов это опасная ситуация которая требует неотложного экстренного лечения если нет признаков поражения корешка если нет признаков специфического процесса можно успокоиться на месяц и ждать когда боль пройдет в этом случае боль пройдет с вероятностью 90 процентов мы можем ускорить наступление улучшения мы можем профилактировать попадание человека в группу хронических пациентов если в этот момент займемся правильной лечебной гимнастикой лечебная гимнастика как осмотр врача эта процедура очная если вы готовы заниматься по картинкам из учебника пожалуйста флаг в руки этого материала очень много на просторах интернета и что с этим материалом не так даются универсальные советы универсального решения при мышечной боли или остеохондрозе любую любой локализации быть не может все люди разные и первое на что мы должны обращать внимание а это есть или нет поражение соответствующих корешков если поражение корешков нет смотрим на интенсивность болевого синдрома болевой синдром как мы говорили ранее можно оценивать по визуально аналоговой шкале берется отрезок 10 сантиметров и на этом отрезке откладывается шкала от нуля до десяти которая соответствует вашему представлению об интенсивности болевого синдрома если вы не испытываете боли вообще вы показываете на нулевое деление если боль незначительная это единица а если боль нестерпимая это 10 в случае если болевой синдром человек оценивает в 7 или более баллов а это очень интенсивная проблема а и в этом случае мы можем начать заниматься с упражнений статического плана которые не связаны со скручиванием которые не связаны с грубым изменением оси либо угла наклона позвоночного столба если боль менее интенсивно мы можем подключать упражнения которые допускают небольшое сгибание разгибания или боковые смещения позвоночника если боль ослабела еще чуть чуть мы можем вводить потихоньку упражнения связанные со скручиванием позвоночника но в любом случае упражнение которое направлено на выздоровление не может провоцировать или усиливать вашу боль если усиливается боль значит либо это упражнение для вас преждевременно либо не до конца разобрались с причиной болевого синдрома и диагноз не всегда может быть поставлен в течение там первых суток или там трех суток наблюдения за человеком совершенно нормально когда некоторые из диагнозов ставится на протяжении месяца или даже полугода например таковы многие полиартриты с которыми разбираться приходится длительно и состояние пациента не всегда понятно с первого раза и так первое исключаем специфические процессы затем исключаем радикулопатию затем смотрим на интенсивность болевого синдрома и в зависимости от него подбираем двигательную активность о возможных упражнениях я сниму отдельные фильм фильмы и буду их выкладывать по подписке общие принципы гимнастики вначале мы учимся стабилизировать поясницу затем мы учимся на фоне стабилизации спины делать минимальные движения в сагитальной плоскости вперед-назад затем можем подключать боковые движения или небольшие скручивания как конкретно это делать на практике я постараюсь рассказать насколько смогу но пожалуйста помните о том что физкультура как и медицина в целом как и реабилитация это дисциплины контактные всем здоровья удачи